Это всё ещё не полноценный обзор, а так скажем, быстрый обзор. Meizu 18 Pro это флагман, стоит дорого. В плане начинки он стал лучше, но не без минусов. Pro-модель более крупная. Smart получил 6,7-дюймовый E4 AMOLED-экран от Samsung. Шим присутствует. Небольшой. Как говорит Meizu, это самая дорогая матрица в истории компании. Частота опроса сенсорного слоя при управлении двумя пальцами 240 Гц, а частота обновления изображения 120 Гц. Экран с разрешением 2К. В таком режиме поддерживается максимально 60 Гц, а 90 и 120 при разрешении Full HD+. Экран загнут с четырёх сторон на 5 градусов, как в Mate 40 от Huawei. В экране установлен последний сканер отпечатка пальцев от Qualcomm. Стекло защищено Gorilla Glass 6. Smart имеет несколько версий памяти. 8 или 12 ГБ оперативной типа LPDDR5 и 128 либо 256 накопителя типа UFS 3.1. Карты памяти не поддерживаются. Основная камера с четырьмя датчиками на 50, 32 и 8 МП, ещё и с четвёртой датчик ТОВ. Селфи камера одна на 44 МП. Её размер мог быть и поменьше, честно говоря. Из коробки Meizu 18 и 18 Pro работают на базе новой оболочки Flyme 9 с 32 предустановленными приложениями, а это мало. И новыми фишками оболочки по типу самые маленькие иконки приложений и прочее. По камере Smart конкурирует с Vivo X60 Pro+. Встроенный аккумулятор на 4500 мАч можно заряжать по проводу током 40 Вт, также 40 Вт беспроводной и при помощи обратной зарядки можно подзаряжать аксессуары током 10 Вт. За 50 минут Smart заряжается до 100% 40 Вт зарядкой. Базовый Meizu 18 Pro с памятью 8128 сейчас в Китае стоит 775 долларов. Версия 8256 стоит 850 долларов, а максимальная 12256 930. Предзаказ уже открыт. Розничные продажи стартуют 8 марта.